Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Губернатор Кубани представил аппарат краевой администрации. На радость любителям сладкого анапский хлебокомбинат продолжает разрабатывать вкусные новинки. Казачата кубанского войска – первые в стране. Глава Кубани Вениамин Кондратьев 27 октября провел первое заседание обновленного аппарата краевой администрации. Предложение по работе услышала поменявшаяся команда вице-губернаторов. Девять приоритетных направлений – от социальной политики до инвестиционного климата в регионе. Если озвучить тезисно, получится система ответственности каждого заместителя главы региона. Как всегда, остро стоит вопрос в социалке. Анне Меньковой, в частности, поручено проконтролировать строительство школ на ближайшие пять лет. А Сергею Тухову, к примеру, придется реанимировать малый бизнес. По результатам соцопросов, Кубань в десятки неблагополучных регионов для ведения своего дела. За одну из самых проблемных областей жилищно-коммунальное хозяйство отвечает Андрей Алексеенко. Ему придется постараться превратить ЖКХ из бездонной ямы в инвестиционно привлекательную бизнес-сферу. Помогать в решении поставленных задач новой команде будут и бывшие вице-губернаторы. Вениамин Кондратьев назначил их своими советниками. Выездное заседание Комитета по курортам и туризму Законодательного собрания Краснодарского края во главе с его председателем Александром Джейлсом составилось сегодня в Анапе. В ходе рабочего совещания заместитель главы города Александр Колесников сначала рассказал с помощью аудиовизуальной презентации о том, как в Анапе используют обычные фермерские подворья в качестве объектов показа, где можно и поучаствовать в процессе работы и сорвать прямо с ветки понравившийся фрукт. А затем на эти объекты показа выехали непосредственно. Депутаты ЗСК оценили организацию страусиной фермы. Глава объекта показа предприниматель Андрей Семенихин провел познавательную экскурсию и познакомил с секретами гончарной мастерской. А затем гости отправились на подворье винодела Яниса Каракизиде. Знаменитый винодел рассказал, что гостей интересует не только процесс рождения вина, но и то, как растет виноград, особенности его возделывания. В ходе этих встреч с предпринимателями обсуждались живые и злободневные вопросы хозяйственников, которые лягут в основу будущих законодательных актов по развитию агротуризма. В Доме культуры Станицы Анапской прошел очередной совет общественности. Жители округа совместно со специалистами администрации города-курорта обсудили важные для развития сельских населенных пунктов вопросы. Свою работу совет начал с награждения активных жителей, участвующих в общественной жизни округа. За вклад в социально-экономическое развитие Станицы почетными грамотами и благодарностями главы Анапы были награждены четыре члена совета. На повестке дня у Совета общественности отчет о работе антинаркотической комиссии, своевременная и качественная уборка мусора с прилегающих территорий и различные межсоседские разногласия. На сегодняшний день в Станице на эпизодическом учете состоят 45 наркозависимых. Силами полиции совместно с органами местного самоуправления проходят рейдовые мероприятия и встречи с населением. Кроме того, ведется разъяснительная работа с молодежью. О криминогенной обстановке в Станице отчитались участковые. За прошедший месяц сотрудниками полиции раскрыто более 10 преступлений, среди которых несколько краж. В отношении подозреваемых в преступлениях возбуждены уголовные дела. Еще один вопрос, который рассмотрели на Совете общественности – уборка прилегающих территорий. Жительница Станицы Анапской жалуется, что для заключения договора на вывоз мусора компания «Сити Кристалл» требует осуществлять уборку прилегающей территории к домовладению. Прилегающая территория к домам является муниципальной, однако по правилам благоустройства содержать ее в надлежащем состоянии обязаны жильцы. Вот ваш фасад и до бордюра. Вот это ваш палисадник, тротуарчик, подъезд для машины. Это территория муниципальная, но по правилам благоустройства вы должны ее чистить, ухаживать, косить, подметать. Она должна у вас быть всегда убрана, чистенькая. Ничего не складировать, ничего там, ни стройматериалы, ни мусор, не захламлять, потому что за эти все вещи это предаю непосредственно я и составлю протокол. Цель Советов общественности – выстроить конструктивный диалог между представителями власти и жителями. Благодаря совместной работе удается выявлять и оперативно устранять нарушения в различных сферах деятельности. Только за одну неделю в станице составлено более 10 протоколов на нарушителей. В большинстве случаев это несоблюдение правил благоустройства. Анапский хлебозавод начинает глобальную реконструкцию и при этом продолжает разрабатывать новые виды хлебобулочной и кондитерской продукции. Это печенье назвали «Северной линейкой». Зимой к рождественскому столу удачное дополнение, а летом прохладные названия. И вкусная начинка будут тоже очень кстати. А пока с печеньем «Ладога», «Кай» и «Герда», «Снежная», «Полярная ночь», «Печора», «Мафином Невским», «Имбирным пряником» первыми познакомились посетители недавней сельскохозяйственной выставки. Покупатели только открывают для себя новые виды кондитерской продукции. Так, например, торт «Бонапарт», разработанный по вариациям известного рецепта «Наполеон», уже сметают с прилавков. Он приготовлен в лучших традициях домашней кухни. А вот миндальная слойка уже завоевала своего покупателя. Эта большая ароматная булочка в глазури с кремовым наполнителем не требует специальной рекламы. Сохужих хлебобулочных изделий разбирают старую печь, прогоревшую за 25 лет до основания и чудом не взлетевшую на воздух. Мы меняем самое главное, самое сердце нашего комбината – это печи. Печи, как вы сами убедились, уже старые, уже сгорели, выгорели. Поэтому откладывать дальше просто невозможно. Поэтому было принято решение остановить, заменить печь, демонтировать ее и купить новую. Но при этом, как вы видите, мы не останавливаем производство. Более того, мы наращиваем ассортимент нашей продукции. И самое главное, мы не пускаем внимания за качеством. Работать, не останавливая производство, непросто. Но технолог хлебобулочных изделий Александра Машиненкова при этом настойчиво собирает уникальные рецепты для бездрожжевого хлеба. В новом ассортиментном ряду – маленькие булочки с морковью, трубями, цельнозерновой хлеб. Все это для поборников здорового питания. Кубанский казачий подовый, поярский с курагой и черносливом пришлись к столу анапчан. В межсезонье как раз то время, когда можно отработать новый ассортимент и получить оценку у покупателя. Казачьи традиции становятся все более популярными среди молодежи. Учащиеся казачьих кадетских классов не первый год принимают участие во Всероссийской спортивной игре «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиаде, которая проводится на базе Всероссийского детского центра «Смена». В прошлом году участников было немного, но этот год организаторов порадовал. 250 казачат из разных регионов нашей страны приняли участие в своеобразной подготовке к службе в армии. Казачий сполох – это такая всероссийская игра, там больше командности, там они показывают визитную карточку, они представляют кадетский корпус, полоса препятствий, что немаловажно для службы в вооруженных силах, спортивное ориентирование, рубка шашкой лозы и так далее. То есть вот эти элементы, которые очень близки к казачьей тематике, в общем-то все выходит оттуда, имеет историческую подоплеку. Что касается спартакиады до призывной молодежи, там комплекс несколько иной. Там конкретные виды, подтягивание на перекладнике, бег на казачью версту, конная подготовка, стрельба, армейский рукопашный бой опять же, то есть несколько видов иные, но еще раз повторюсь, цели едины. Кубанские кадеты выступили достойно, а трудностей было хоть отбавляй. Николай Шанявский учится последний год в казачьем классе. На следующий год планируют уехать в Москву и поступить в первый казачий университет имени Разумовского. Мы в совсем другой уровне по сравнению со школьниками, у нас к нам более жесткие требования по учебе, по дисциплине. Также у нас гораздо больше дополнительных кружков и секций, в отличие от наших сверстников. Эмоции масса, все они положительные, очень понравилось, хотелось бы приехать еще, но не получится уже, к сожалению. Глядя на юных казачат, можно смело сказать, их спортивная подготовка, что надо, и крепкий боевой дух тоже. Командир команды Забайкальского казачьего общества Иван Заиграев, казак потомственный. У меня хорошее впечатление от игр, но от казачьего сполоха до призывной казачьей молодежи, мне в смене все понравилось, понравились все соревнования, разные мероприятия. В общекомандном зачете казачьего сполоха команда Кубанского казачьего общества заняла первое место. Призовые места у команд Забайкальского казачьего общества, Донского и Оренбургского. Вместе с кубками и грамотами ребята увезут в свои города яркие эмоции. Многие нашли здесь новых друзей, поэтому с удовольствием вернутся в смену через год. Квадропробег АТВ Тревел. Долгожданное событие в мире любителей квадроциклов собрало в нашем городе райдеров из разных уголков России. Площадку для размещения путешественников предоставил квадроклуб АТВ Анапа. Как проходила подготовка к экспедиции и какой маршрут предложили организаторы в нашем следующем сюжете. Организацию экспедиции взял на себя первый в России туроператор по туризму на квадроциклах АТВ Тревел. При поддержке и участии дилерских сервисных центров марки Сиев Мото. АТВ Анапа, магазин Прораб, АТВ Крым и АТВ Самара. Цель проекта – продвижение квадродвижения в массы. Здесь собрались люди, которые увлекаются катанием на квадроциклах практически со всех регионов России. Здесь представлены Мурманск, Санкт-Петербург, Старый Оскол, Тверь, Москва, Краснодарский край, Белгородская область, Анапа, Самара. Подготовка к квадропробегу полным ходом. Транспорт прошел тестирование, тщательно проверили снаряжение. В 9 часов утра команда любителей экстремального отдыха отправилась покорять новый маршрут протяженностью около 900 километров. Участников пока на старте в районе 20. Как только мы переправимся через паромные переправы, там Крымская квадробратия еще в большом количестве присоединится. Я думаю, что у нас будет команда более 30 квадроциклов. Вот таким составом мы будем посещать красивые места Крыма, фотографироваться, вести видеозапись, чтобы потом смонтировать какие-то интересные ролики, показать уже российской квадрообщественности. Маршрут разбили на 6 дней. Конечная точка – город-герой Севастополь. В Крыму преобладает горный ландшафт. Путешествие на квадроцикле – самый удобный способ полностью насладиться окрестностями и природой. Ведь на нем можно добраться до любой вершины. Самое главное – взять с собой желание. Все остальное, ну, надо подготавливаться очень серьезно, на самом деле. Много что надо. Специальную копировку, как бы, чтобы комфортно было, не замерзнуть, не промокнуть. Обсудить путешествие, поделиться впечатлениями и стать участником проекта может каждый. Достаточно обратиться в дилерский центр Сиевмота «Магазин Прораб». Собравшаяся квадрообщественность выражает большую и великую благодарность принимающей стране на Анапской земле дилерскому центру Сиевмота «Магазину Прораб». То есть они нам предоставили вот эту площадку, где мы смогли оставить автомобили, прицепы, разместили квадроциклы. Их техническая служба помогает нам в каких-то мелких вопросах при подготовке старта. Рекомендую, если вы планируете свое путешествие по этому побережью, обратиться в данный дилерский центр, они помогут, и ваше путешествие будет замечательно. Если вы активный человек и не можете прожить ни минуты без очередной порции адреналина, то тогда вам прямая дорога в Прораб. Здесь есть все для любителей мототехники. Широко представлены квадроциклы различных видов с подробной характеристикой каждой модели. И опробовать ее возможность представиться. Дилерский центр Сиевмота «Магазин Прораб» обещает еще немало интересных пробегов и путешествий. Город Анапа, Симферопольское шоссе, 9. Завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 29 октября, в Анапе малооблачно с прояснением. Температура воздуха днем плюс 8-10 градусов. Ночью до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа» можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2». «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова